Набор для нас все в обороте стандартный. Пшеница яровая азима, яровой азимы рапс, кукуруза подсолнечник, сахарная свекла с этого года. Со следующего года еще добавляем сою, чтобы не было скучно. В данном хозяйстве используется много сервисов. Одни из ключевых сервисов это прогноз вредителей на рапсе, на подсолнечнике, на кукурузе. На текущем поле мы сейчас находимся на кукурузе. Здесь мы отрабатывали сервисом по обнаружению засоренности полей. Сервис работает на основе с тем данным, которые агроном вносит в систему. Допустим, на основании даты сева, на основании показателей индекса в NDI. Мы понимаем, когда поле может быть засорено, делаем выгрузки, передаем уже данные в хозяйство. Обработка была на этом поле 9 дней назад проведена. На основании выгрузок видно, что индексы пошли вверх и было необходимо начать проводить обработку. Мы в любом случае изначально приезжаем на поле перед обработкой и смотрим, стоит ли уже заходить с обработкой по гербицидам или подождать. Препарат мы видим каждый год. Используем здесь, получается, у нас и люмис по 1,65. Мы отработали. В принципе, сорняки были не переросшие. Как бы эффективность всегда на высоком уровне. Мы довольны результатом из ввода в год. В текущем году как раз-таки добавилась новая культура. Сахарная свекла. Будем отслеживать прогноз по циркоспорозу. По подсолнечнику будем смотреть на ржавчину. Ну и, соответственно, будем смотреть по диссекации на рапсе. Будем отслеживать информацию, собирать данные и, соответственно, разрабатывать новые сервисы для дальнейшего приземления. Продолжение следует...